Сыны Израиля продолжали свой путь всю ночь, подходя все ближе и ближе к берегу моря. Египтяне следовали за ними, но так и не захватили лагерь. Они метали в евреев стрелы и камни, но облако Творца поглощало все. Это было то облако, которое обычно двигалось перед сынами Израиля днем. В эту ночь вместо того, чтобы исчезнуть во тьме, как это обычно с ним случалось, оно двигалось позади лагеря, чтобы поглощать все брошенное египтянами. За евреями летели также ангелы Творца, чтобы защитить их. Движение облака. Если ты действительно двигаешься правильно, у тебя есть свыше, потому как существует закон подобия свойств, если ты двигаешься к объединению, к распространению, развитию духовных свойств, то естественно ты находишься относительно этого в какой-то связи с Творцом, еще не в завязке полной, не в контакте, но уже в виде вот облака, в виде какой-то помощи сзади, в виде спереди. То есть уже Орма-Киев, окружающий свет на тебя работает. То есть прикрывает оно? Да. В принципе, то здесь получается, что если ты двигаешься, что впереди тебя, ты выносишь Йосефа, как бы, да, то облако начинает прикрывать тебя сзади. То есть впереди, как вы говорите, это идет вот это объединение, и облако тогда закрывает. А что такое вообще облако, когда говорится? Напомните нам, пожалуйста. Это окружающий свет, который с одной стороны не видим, скрыт, с другой стороны проявляется в своих действиях. Ну, я не знаю, как сказать, но это как у фокусника. Вдруг появляется что-то на столе, без всякой видимой причины. То есть половина действия скрыта, половина открыта. Следствие открывается. Субтитры создавал DimaTorzok